Астралтроне! Раскрой тайну королевства, охваченного проклятием падающей звезды в этой ролевой игре в стиле ретро. Создай свою команду, найми новых союзников и объеди навыки своей команды для решающей победы. Ну, во-первых, по моим предположениям, опять же, в игре, походу, есть встроенный майнер криптовалюты. Но тут по-другому не скажешь, так как он очень хорошо и конкретно прячется, так сказать. Да, тут проблема не в оптимизации, с моей точки зрения, и по опыту. А в игре? Как он прячется вообще майнеру? Ну, тут довольно-таки любопытно. Как только я начал увлекаться, у меня сразу пошла пиковая температура, потом покажу. В игре вообще средняя. Графика и спецэффекты. Достаточно интересный геймплей. Пошаговый. Различные уровни, особенно с происходящими силами противника, так сказать, неожиданными сюжетными поворотами. Система попал-не попал. Довольно любопытная игрушка. Магия, тактика здесь присутствует. Надо правильно действовать, правильно бить юнитов, которые нужны. Также есть частичная хардкорность из того, что, насколько я понял, если у вас юнит погиб, в следующей карте он будет мертвым. Но это не точно. Так как из-за этого, так сказать, майнера, мне пришлось игру вырубить и спускать ее больше не стал. Играем мы командой, нужно нам правильно распределять роли, не забывайте. И желательно не допускать ошибок. В целом, вообще игра интересная. Но вот как только я начал увлекаться, до этого я просматривал температуру. Как только я увлекся, как только я увлекся, так у меня сразу пиковая температура. Дело не в том, что вот когда ты играешь там по игре, у тебя там сразу долбит пиковая. Нет, она на какой-то определенный момент начинает техреначить и все. Вот это очень странно как бы. Да, здесь, конечно, есть возможность именно ошибки какой-то там программной. Но вот очень больно уж напоминает внимание. В принципе, за игрой я буду следить, она довольно-таки интересная. И, честно говоря, есть у нее потенциал. Но вот это вот юмора я как-то не понял. И играть в игры, которые могут сжечь мою видеокарту, я в целом нафиг не буду.